Химки городской округ, который в первую очередь славится людьми. Именно они развивают свою малую родину, добиваются успехов, воспитывают молодое поколение. В каждом микрорайоне живут настоящие герои, о судьбах которых мы расскажем. Отправляемся в виртуальное путешествие по городскому округу. Итак, мы в Новых Химках. Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная». Уникальная многофункциональная база, которую уже 21 год возглавляет Элеонора Ашотовна Банова. Сегодня «Планерная» – это ведь не только конный спорт. Нет, конечно, нет, конечно. На «Планерной» на сегодняшний день базируется 8 детских спортивных школ, где порядка 10 видов спорта. «Планерная» всегда была метой лыжного спорта. Кроме лыжного спорта современная пятибурья, баскетбол, бейсбол – новый такой вид спорта. Сейчас активно развиваем такие виды борьбы, как грего-римская борьба, тэквондо, кудо, карате. Кроме этого, очень хочется, чтобы у нас был и большой теннис. Ну, кстати, и настольный теннис мы построили в ФОК. У нас училище Олимпийского резерва, где базируются очень сильные спортсмены по настольному теннису Московской области. Много видов спорта, и мы будем развивать и дальше. То есть, казалось бы, что еще можно привнести, но у вас планы грандиозные. Я хочу вам сказать, на нашей территории можно развивать достаточно много видов спорта. И, конечно, радостно то, что с каждым годом количество видов спорта увеличивается. И людей, желающих в жизни тренироваться на планерной, довольно много. У вас вот это чувство гордости живет в вас внутри, что вот вы все-таки сделали такой огромный спортивный кластер, который просто притягивает людей со всей области? Ну, я хочу сказать, что единица ноль, единица вздор. Голос единицы тоньше писка. Поэтому я хочу сказать, что, конечно, это заслуга не только моя. Это заслуга и тех людей, которые работают здесь. Это заслуга администрации городского округа Химки, который очень много помогает нам. Это заслуга и администрации Московской области, и спорткомитету города Москвы. То есть у нас на территории базируются практически детские спортивные школы как из Москвы, так и из Московской области. Поэтому я хочу сказать, что к тому, чтобы планерная росла и развивалась, приложили усилия многие умные руки. Ну и они продолжат их прикладывать, потому что, я так понимаю, у вас все равно... Я надеюсь на то, что планерных через два года исполняется 90 лет. И практически 90 лет на этой территории ничего, кроме спорта. Театр «Наш дом» – визитная карточка старых химок. Десятки постановок, примерных показов талантливых людей. О том, чем живет и как развивается эпицентр искусства округа, нам расскажет Сергей Метелкин, художественный руководитель театра. Сергей Сергеевич, что нас ожидает в новом театральном сезоне? Ну, отпуска закончились у артистов. Мы уже соскучились по нашему зрителю. Я хочу сказать, что в химках зрители очень хорошие, потому что мы повидали и, правда, внимательные, и требовательные, и не дает нам планку понижать. Мы открываемся премьерным спектаклем по Лермонтову «Маскарад». Также мы на следующий год планируем детей порадовать русалочкой, например, кентервильское привидение. В общем, такой разнообразный будет, многоплановый. А, кстати, сейчас готовятся к постановке детских спектаклей «Оленький цветочек». Вот уже сейчас в процессе. Где-нибудь в октябре порадуем. Со следующего с нового года мы готовим две постановки по федеральной программе «Малых городов России». Сейчас, пока мы уточняем формат, мы хотим какую-нибудь все-таки комедию какую-то сделать. Потому что у нас так, репертуар насыщенный серьезным разговором. И все-таки хотим еще как-то, чтобы люди немножко выдыхали, особенно в наше время. Поэтому мы хотим все-таки комедию. И мы просто выбираем из двух это по взрослому спектаклю. А что касается детских, наверное, будет русалочка. И неожиданно, наверное, водой не будем заливать сцену. Но что-нибудь такое придумаем. Парк Подресково – точка притяжения жителей, которая пользуется большой популярностью. Именно здесь, в центре микрорайона, мы решили познакомить вас с юным дарованием. Виктория Михайловсенко. Вика, привет! Всем здрасте! Что за прекрасный костюм на тебе рассказывай? Это костюм Бабы-Иди. Я выступаю в номере «Сказочный дуб». Он основан на сказке «Лука Морья». Я играю там «Бабу-Ибу». Здорово, прям как настоящая. Да. Скажи, сколько лет ты занимаешься уже танцами? Я занимаюсь танцами с шести лет. Ну, то есть уже шесть лет. Шесть лет. Как называется твой коллектив? Мой коллектив называется «Образцовый детский хореографический коллектив Натали». Скажи, что тебе нравится в танцах? Почему ты ими так вот долго уже занимаешься? Мне нравятся танцы, но у меня это очень хорошо получается. Еще мне больше нравится выражать свои эмоции движениями, нежели чем словами. Поэтому мне очень нравится танцевать. Скажи, а чья была идея заняться танцами? Твоя или, может быть, родители подтолкнули? Ну, я, если честно, не помню, но, скорее всего, меня бы на это подтолкнула мама. Мама, спасибо маме. Скажи, у вас дружный коллектив? Да, у нас очень дружный коллектив. У нас несколько групп, и мы все очень хорошо дружим. Часто выступаете? Да, достаточно. Ездим по разным городам. В основном в Москве. Недавно выезжали в Сочи, мы еще были в Казани, в Великом Устьюге, в Санкт-Петербурге. Что пожелаешь юным танцорам, которые только начинают свой путь? Я желаю им успехов. Главное, чтобы упорство. Нужно стремиться к своей цели. Несмотря ни на что, если, вот, например, ты хочешь танцевать впереди, быть солисткой, то нужно стремиться к этому. С недавних пор культурных объектов в городском округе стало больше, а этот и вовсе историческое наследие. Усадьба Середнякова – место, куда едут за атмосферой. Ее воссоздают и хранят потомки рода выдающегося русского поэта. Один из них – Юрий Михайлович Лермонтов. Когда я был ребенком, первый вопрос, который мне задавали в школе, кем мне приходится поэт, вернее, Михаил Ильич Лермонтов. Я всегда говорил, это мой папа. Мой отец, Михаил Ильич Лермонтов, полная тезка поэта. Он председатель Дворецкого собрания Российской Федерации. И есть ветви Лермонтов, потому что первый Лермонт, Георг Лермонт, который пришел в Россию, это был 1613 год. И оттуда пошли несколько ветвей. Я принадлежу другой ветви Лермонтова, не поэт. То есть он мне приходится пра-пра-пра-пра-нучатам дяди. Ну, по другой ветви. В усадьбе Середнякова пел Шаляпин, играл Рахманин. В 1995 году, когда Михаил Ильич Лермонтов, тезка поэта, взял в аренду усадьбу, ее восстановил, оказалось это какой-то несбываемой целью. Сейчас мы входим в пятерку самых туристически привлекательных мест Московской области. Территория большая, мы ее восстанавливаем. Люди приезжают к нам со всего Подмосковья на экскурсии. Также у нас развлекательные есть ориентиры, как пынт, пол, конюшня, киногород. У нас много что сделано, ну, еще более грандиозные планы. Кадетский корпус – всходне-знаковое образовательное учреждение округа, которое в этом году полностью реконструировали. Но лучше директора Людмилы Сусловой о школе-интернате не расскажет никто. Людмила Серафимовна, что теперь из себя представляет Кадетский корпус? Кадетский корпус представляет собой совершенно новые здания, которые очень красивые и выполнены из современных материалов. Сколько детей здесь обучается? Сегодня у нас 265 детей, но очень много заявлений поступает к нам, потому что наша учреждение очень востребована. И надеемся, что еще ребятишки к нам придут. Что замечательно, что кроме капитального ремонта здания проведено благоустройство территорий. Мы видим эти замечательные бархатные газоны, которые будут под окнами классов. У нас обновлен плац, где проходят занятия кадетских классов. Новый асфальт, новая разметка, новые трибуны для родителей. Родители приходят, становятся участниками и зрителями наших мероприятий. Для них удобные места, все обновлено. Нас это очень радует. Я думаю, что и родители очень рады, и все ждут праздника 1 сентября. Мы все придем с прекрасным настроением. Парк «Экоберег» в Левобережном не пустует никогда. Здесь всегда полно народу. Отказаться от прогулки по парку не смог и лидер волонтерской группы «Левый берег» Игорь Подлесный. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Игорь, расскажите о вашей волонтерской группе. Чем она занимается, какие у нее задачи? Наша группа была создана в октябре месяце прошлого года, когда проходила мобилизация. Мы решили собраться активными жителями нашего района, чтобы помочь ребятам, которые уходят на фронт, и, собственно, помогать им. Мы в настоящее время собираем от ребят заявки. То есть мы не везем, лишь бы что-то отвезти. Везем непосредственно необходимые, нужные вещи. Я два раза в месяц, а то бывает и три раза в месяц, сам лично отвожу все на передовую и ребятам передаю все лично в руки. За время существования нашей группы, помимо сбора гуманитарной помощи, у нас образовалось еще три группы. Это группа «Шьем для наших левый берег». Там девочки в основном делают упор по пошиву изделий для госпиталей. Также сейчас скоро будет зима, прибавится вязальная история. Плюс у нас организовалась группа «Солдатский быт», мы ее назвали. Там девочки и мальчики делают окопные свечи, сухой армейский душ. И тоже одна очень важная группа – это маскировка «Левый берег», мы ее назвали. Там у нас жители района плетут маскировочные сети. А как давно вы занимаетесь вот такой деятельностью? Почему вы вообще решили помогать? Честно говоря, волонтерской деятельностью до этого никогда не занимался. То есть решение пришло как-то в один из октябрьских вечеров спонтанно. Решил не откладывать это все в долгий ящик и просто взял, сделал телеграм-канал, поскольку у меня на районе много друзей, знакомых, сначала их объединил. Мою идею инициативу поддержали, таким образом мы выросли. Сейчас у нас порядка полутора тысяч человек, активных участников нашего сообщества. Педагоги, спортсмены, волонтеры – люди разных профессий и разных судеб. Но при всем многообразии у них есть общая основа – любовь к своему дому, к своему городу, который празднует уже 84-й день рождения. С днем города, Химки! С днем города, Химки! Продолжение следует...